Доброе утро, друзья! Сегодня 15 октября 2023 года, Норильск, снега прохладно, гололёд, по-прежнему иду на работу, сегодня сокращенный день, как и обещал, пройдусь по городу, покажу дворик улицы Бауновской, просили показать. И вот, пройдёте по центральной улице, проспекту Ленин, покажу, в каком сейчас всё в состоянии. Вот, займы домашними хлопцами, стирка, уборка, помывка. Сейчас провожаем нашим коллегам в аэропорт, летает в отпуск. Был здесь с 26 марта. Вот, то есть у него большая такая, получается, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь. Все 7 месяцев был. Вот, Николай Владимирович поедет в Липецк. Как у вас проходят выходные, какое настроение, что нового. Такая тишина здесь, мне нравится, в Норильске здесь город не шумит, как в других городах. Здесь тишина, тишина и покой. Соседний дом, солнечная, 12. Пока одет внутренние делостные работы. С мороженого, практически всё закончили. Сейчас будут подводить, так сказать, черту. Надо попасть на экскурсию, посмотреть какие там планировки. Новый квартир после капитального ремонта. Всем хорошего дня и настроения. Ролик выложу. Дополнительно ролик с экскурсией по городу Норильску. Сейчас будет короткий ролик с описанием происходящего. Вот так вот выглядит внутри, в подвале техэтаж. Видите, всё утеплено. Здесь сваи. Пусор, конечно, уберут. Здесь. Ну вот. Дома. Да, всё. Змеи нет. А нет, всё здесь. Вот он, утренний Норильский аэропорт. Скоро рассвет. Через час. Разных иллюминаций. Провожаем дядю Колю. Вот дядя Коля махает ручкой. Он говорит, и ручкой, и ножкой вам махнут. Только прощайте, прощевайте. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры. Субтитры создавал DimaTorzok Которую написали десять лет назад, в тринадцатом году, на Красном Гуляе, когда создавали ТОС «Единство». Вот так называется. И председатель этого ТОСа для меня было не то, что открытием удивительным. вспомнил о том, что рекомендации и почему открыли ТОС, именно моя, так сказать, агитация. Приятно, что где-то в каком-то месте когда-то все-таки то, что нововведение было, оно все именно было с нашей позиции. Не зря мы тогда ездили и в Камышино по ТОСам, и так вообще занимались ТОСами. Сейчас это перспективное направление. Под это дело власть выделяет определенные ассигнования. Но, к сожалению, у нас в моем поселении эта тема не развивается, формально создана, но как инструмент для управления это не работает, к сожалению. А первый ТОС именно в районе и один из немногих в Ульяновской области был создан у нас в поселении в 2005 году. Оно Атос, поселка Кучур называется. Вот. Представляете? Вот так вот. Но это 2005 год, ему было бы уже почти 18 лет до этой организации. Но, когда нет знаний и не знают, как этим инструментом пользоваться, получается вот такая вот петрушечка. идут... Субтитры создавал DimaTorzok